Доброе утро! Меня зовут Максим Максименко и это кулинарная рубрика «Есть идея». Недавно, прогуливаясь по магазину, я увидел замечательный шпинат. И мне пришла идея приготовить традиционное азербайджанское блюдо кю-кю. Для его приготовления мы будем использовать пряную зелень в большом количестве. Это лук, укроп, петрушка, кинза. Все это нарежем. Довольно-таки крупно, мельчить не будем. Переложим в посуду. Шпинат нарезали, перейдем к другой зелени. Кю-кю – это блюдо из яиц, на основе яиц. Так сказать, одна из разновидностей омлета, которых в мире существует очень много. Есть и израильская шакшута, и итальянская фритата, и куча всяких разных других омлетов. Также будем использовать кинзу. Все травы нарезаем не крупно, но и не мельчим. Какую-то поймать золотую середину нарезки. Займемся луком. Для приготовления кю-кю мы будем использовать белую и зеленую часть лука. Также нарезаем не крупно, но и не мелко. Отправляем его к остальным травам. И переходим к яйцам. Для приготовления кю-кю нам понадобится 4 яйца. Будет достаточно. Приготовление кю-кю характерно тем, что не используется молоко для приготовления омлета. Добавляем небольшое количество соли, небольшое количество перца. Я буду использовать белый. И вымешиваем нашу массу. В некоторых рецептах в кю-кю добавляют орехи, икру, рычных рыб. И иногда готовят кю-кю с баклажаном. Но мы сегодня будем готовить традиционную и более привычную. Разокрываем сковороду. На сковороду добавляем небольшое количество сливочного масла. Такой способ приготовления яиц пришел в Азербайджан из Ирана. Выкладываем кю-кю на сковороду. Распределяем равномерно. И жарим на медленном огне до появления золотистой корочки снизу. Кю-кю можно накрыть крышкой. И довести до готовности. Но я люблю по зажарению, и я переворачиваю ее. Кю-кю готово. Можно подавать. Разделим пополам. И еще на четвертинке. Это блюдо кладезь витаминов и заряд бодрости с утра. А если кю-кю порезать и охладить, можно подать его в качестве закуски. А так это прекрасный завтрак. Попробуйте приготовить сами. А это была кулинарная рубрика «Есть идея». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok